здравствуйте рад приветствовать вас снова на нашем канале енот по стригун и сегодня мы поговорим о том почему же нам за бугром вечно кажется морковка слаще вот у нас сегодня на обзоре два триммера wall detailer в принципе они одинаковые это wall detailer extra white с более широким ножом разница в том что один у нас выпущен для европы в том числе и для россии а другой у нас выпущен для рынка сша внешне это отличается в том какая у них вилка ну и поговорим есть ли еще какая-то разница между ними для того чтобы понять есть все-таки разница или нет какой из них лучше или хуже или они абсолютно одинаковы мы заглянем внутрь но перед этим просто скажем что комплектация у них одинаковое у обоих детейлеров идет в комплекте три насадки не идет приблуда для регулировки длины среза поскольку она идет только для детейлера с более узким ножом до стандартного детейлер ну и давайте посмотрим сначала внешне в чем отличие и потом залезем к ним внутрь и посмотрим та же самая там начинка или все-таки другая и так а внешне самая главная деталь у триммера это конечно же его нож как я уже не раз говорил главная деталь любой машинки это нож мотор уже второстепенен нож здесь идет один и тот же что в принципе не удивительно обе машинки производится сша ну просто для разного рынка поэтому берут из одной коробки ножи само собой будет отличаться здесь у нас маркировка и так на европейском у нас указана модель указано что возит европу у нас волга мбх то есть немецкое подразделение и на американской версии указано опять же модель указана напряжение питания 120 вольт 60 герц 4 ватта если посмотреть сюда на европейцы здесь маркировки о напряжении нет но она здесь есть на адаптере питания на грубо говоря вилки здесь указано 50 60 герц от 100 до 240 вольт то есть благодаря этому адаптера можно использовать данный триммер хоть в сша хоть в европе хоть в китае хоть где используя просто переходник под розетку здесь мы видим никакого адаптера нет есть просто вилка и поэтому категорически не рекомендую вам включать данный триммер в нашу сеть 220 вольт ну гадалки не ходи и сгорит после этого хорошо здесь по мощности у нас указано что выходная мощность адаптера 6 ватт здесь мы с вами уже прочитали 4 ватта теперь давайте заглянем внутрь что же у нас там внутри заглянуть внутрь довольно просто просто отворачиваем все эти винты и смотрим итак вывернули винты перед тем как разобрать хочу обратить внимание на один момент это выключатель выключатель на европейской версии на той версии который продается в россии металлический такой вот замечательный блестящий здесь выключатель точно такой же только он обрезиненный сейчас мы откроем крышечку и увидим в чем же на самом деле разница разница здесь в том что на тот же самый выключатель в американской версии у нас надет колпачок все других отличий нет ну и давайте посмотрим что же у нас внутри стоит за мотор и так мотор внешне идентичный разница вот в этой вот платки у нас идет давайте вы говорим все содержимое машинок так справа у нас европейская машинка слева у нас американская машинка и так разница разница в том что у нас здесь есть адаптер который получает у нас постоянный ток с характеристиками 12 вольт 0 5 ампер здесь у нас 12 вольтовый движок стоит здесь у нас двигатель стоит на 120 вольт так в американской машинке у нас берется ток прямо из-за розетки 110 120 вольт при помощи примитивного диода он выпрямляется и подается напрямую в мотор здесь у нас более такой навороченный адаптер который преобразует у нас к 12 вольт там причем любое напряжение 220 вольт 120 вольт неважно преобразует его в 12 вольт и подает на двигатель и там и там двигатель у нас получается постоянного тока но здесь двигатель у нас на 6 ватт 12 вольт здесь у нас двигатель на 3 35 ватта 120 вольт опять же постоянного тока во всем остальном в принципе двигатели идентичные платка здесь содержит у нас диод выпрямитель да здесь у нас плата ничего не содержит кроме выключателя получается что европейская версия у нас почти в два раза мощнее чем американская у американца у нас гораздо более примитивная конструкция выпрямителя в связи с этим если посмотреть обзоры на американском youtube то вещь не очень-то надежная американский триммер детейлер и как правило на потоке служит там буквально три-четыре месяца по европейской версии нареканий гораздо меньше ну возможно возможно потому что нагрузка идет меньше но тем не менее у нас возвраты происходят очень редко честно говоря вообще ни одного возврата детейлер не помню то есть гарантийный срок один год ходят без проблем точно еще и запасом ну на этом пожалуй все как видите морковка за бугром не всегда слаще европейская морковка получилось у нас в два раза примерно мощнее и понадежнее но и посложнее по конструкции выпрямителя насколько стоит на это заморачиваться да вообще не насколько просто интересное наблюдение интересным не было расковырять американскую машинку посмотреть что у него внутри вот мы это сделали посмотрели на этом пожалуй все если вдруг возникнут какие-то вопросы не стесняйтесь задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео либо в нашей группе в контакте енот постригун либо замечательному парню в контакте енот постригун администратору группы енот постригун ну и заходите на сайт нашего магазина который называется опять же не поверите енот постригун на этом все приходите смотреть наши новые видео подписывайтесь на наш youtube канал пока пока